Горбачёв, Роман Владимирович. Это мой второй доклад за 10 лет на русском. Это то, что мы занимаемся уже около 3-4 лет. И это некоторая концепция... Мы уже отошли от графена, но графен играет очень важную роль в этом всём. Значит, это некоторая концепция, которая позируется на слоистых материалах. Сначала я бы хотел сказать, что на самом деле слоистых материалов огромное количество. Тут показано... Ну, в общем-то, многие из них — это тихолькогениды переходных металлов, то есть селениды, субфиды, тилуриды. Также есть, конечно, нитритбора, есть фосфорин, есть много разных материалов, которые можно подобным образом с помощью липкой ленты расслаивать и избегать оттуда один-два слой. И на протяжении многих лет активность наша была сфокусирована на этих двух материалах — графен и гексагональный металл. То, чем мы начали заниматься, — это мы начали брать один слой одного материала и склеивать его со слоем другого материала. И они удерживаются вместе с помощью вандерлажевских сил. То есть, вкратце, как это происходит, мы берем, делаем один слой графена на полимерной подложке, потом мы травим эту полимерную подложку, у нас получается очень тонкая мембрана, на которой сидит листик графена. Потом мы его берем и лицом вниз выравниваем с другим кристаллом двумерным. Это может быть, в принципе, какой угодно кристалл. И роняем их, склеиваем их вместе с помощью специальных микроманипуляторов. Размеры этой системы около десятков микрометров, поэтому, в принципе, микроманипуляторы уже способны справиться с такой точностью. Это небольшая проблема. И потом мы отслаиваем вот эту мембрану, которая удерживала графен. И получается такая маленькая структурка, где там, в данном случае, два слоя показаны. Но, в принципе, понятно, эту процедуру можно повторять много раз, и вы можете получить до десяти слоев различных материалов. И что это нам дает? Нам дает эту слоистую структуру, которую мы, в принципе, химически получить на данный момент, по крайней мере, не можем. И на основе вот этой платформы мы можем протестировать, мы можем построить какие-то прототипы электронных устройств и не ждать, скажем, десять лет, пока ростовики научатся это делать. Мы можем проверить сейчас и убедиться в том, будет ли это работать в принципе или не будет работать. И, конечно, есть огромное количество комбинаций, которые мы можем запустить в дело. Дальше я буду просто иллюстить. А, ну вот, значит, так выглядит сама система, на которой мы производим эти структуры. Как видите, это обычный оптический микроскоп довольно хорошего качества. И здесь обычные микроманипуляторы, то есть такие подвижки, как-то, наверное, переводится двойной резьбой. Тут небольшой столик с нагревателем. И, в общем, тут как-то вот этого, в принципе, достаточно, чтобы начать в этой области изготавливать какие-то структуры. После этого, конечно, мы делаем электронные устройства, то есть мы делаем электронную литографию, мы выращиваем контакты, вытравливаем какие-то структуры из того, что получается. Ну вот, сама базовая, базовый образец мы изготавливаем вот на такой машине. Такие машины, в принципе, уже можно купить. Есть уже компании, которые торгуют. Область эта довольно активно развивается. Есть очень много людей, которые этим начали заниматься последние два года. И здесь я бы хотел проиллюстрировать, как это применительно к графену и не перед убором, как эту технику можно использовать. Здесь схематически показан кусочек графена, зажатый между двумя слоями нитридобора. Все это уложено на подложку из кремния, оксидокремния. И дальше мы делаем какое-то устройство, меряем транспортные характеристики. Если мы будем делать похожую структуру на оксидокремния без нитридобора, электронные свойства будут в разы, а то и в десятки раз хуже. В частности, подвижность, как такая, параметр для электронных свойств, и длина свободного пробега отличается в сотни раз. Когда мы делаем такую структуру на нитридобором. И, конечно, это дает доступ к большому количеству физических эффектов, которые мы раньше не могли наблюдать просто из-за того, что там система была низкого качества. Большинство людей, которые занимаются поверхностями, вообще химией, физикой поверхности, тут же скажут, так же так, вот у нас структура, и любая поверхность, как только мы ее открываем на воздухе, она, конечно же, покрывается всякой грязью, в том числе органикой, различные газы. Очень много всего, что либо в воздухе летает, либо мигрирует по поверхности и покрывает. Мы знаем хорошо, что графеновые соединения хорошо ассорбируют различные молекулы. Поэтому, если вы сделаете через несколько минут, после того, как вы достанете один слой графена, вы сделаете такую фотографию, будет видно, что вот эта вся белая масса, это, в общем-то, какие-то сторонние молекулы, которые успели наликнуть на графен. И, конечно, очень странно, как так у нас получаются довольно чистые образцы. И мы этим вопросом долго задавались, значит, мы начали делать различные... Значит, вот здесь показана атомно-силовая микроскопия такого вот образца склеенного. И видно, что у него есть довольно большие чистые фрагменты. И есть такие вот пузырьки. Значит, и выяснилось, что вот эта вот грязь, которая была между слоями, она, в принципе, мобильна. То есть она может диффундировать, и в итоге взбивается в такие вот пузырьки, которые мы, конечно, при изготовлении электронных девайсов, и в троех просто вырезаем. То есть мы берем кусочек вот нечистого материала, проверяем его с помощью ОФМ, и все остальное просто сравниваем. Вот такие вот... Ну, то есть, говоря о размерах, в принципе, сейчас мы способны производить довольно большие образцы. Тут вот показан, опять же, кусочек графена, 75 микрометров, сажатый между двумя слоями нитридобола на граффити. То есть это четыре слоя, соклеенных, и видно, что вот здесь на картинке ОФМ у нас всего 3-4 маленьких пузырька, остальное все практически атомально плоское. Вот. И чтобы дальше разобраться, что же происходит между этими слоями, мы сделали резку ионным пучком, то есть мы вот из этой структуры вырезали такой тоненький ломтик с помощью сфокусированного пучка, и потом этот ломтик на просвет посмотрели в просвечивающий электронный микроскоп. То есть вот здесь видно такая структурка, вот здесь два слоя графена, остальное все нитридобола. И вот фотография в электронный просвечивающий микроскоп, видно, вот здесь один графен, здесь второй графен, и между ними слои нитридобора. Видно, что большого количества загрязнений тут нету, и можно найти такой пузырек разрезать, там будет большое количество углерода, кислорода, что именно там сказать уже сложно. Вот. До настоящего момента мы дошли примерно до 12 слоев, дальше, конечно, уже становится сложно, потому что на каждом этапе есть некоторый риск, что вся структура может погибнуть, поэтому это уже довольно рискованное. И то есть я буду на этом слайде собирать выводы. Вот здесь в уголке я пока что поместил такой маленькую картинку, которая говорит о том, что структуры чистые, и здесь пока что задействованы только нитридоборы и графен. Дальше я хотел бы переключиться на еще один важный аспект. Он заключается в том, что мы можем склеивать эти кристаллы под разным углом. И здесь показаны две решетки, это графены нитридбора, они оба, как я уже сказал, дискогональные. И если вы их наложите вместе, вы увидите вот такие вот биения, которые называются муары. Картинка, электритруктура. Вот. Это расчет или эксперимент? Нет, это просто картинка. Картинка, где мы используем реалистичные параметры решетки. То есть у них разница в параметре решетки 1,8%. И здесь как раз показаны похожие решетки. Значит, и понятно, что возникает некоторая сверхрешетка, и ее период будет зависеть от угла взаимного угла вращения между этими кристаллами. То есть если мы начнем поворачивать, вы видите, что вся ее структура сжимается, и она где-то от 14 нанометров переходит где-то в 2-3 нанометра. Вот такая техническая картинка. Смотреть на нее можно долго, но времени у нас нет, поэтому мы идем дальше. Значит, здесь картинки в туннельный микроскоп показаны как раз от своих решеток. То есть это не гексагональный, не решетка графена, а это сама своих решетка. Видите, здесь период 11,5 нанометров, 6 нанометров и 2,5 нанометров в зависимости от периода, в зависимости от угла вращения. Значит, и, конечно, мы долго пытались понять, как же это происходит, когда мы накладываем, пытается ли графин растянуться, чтобы как бы грезть в решетку нитридо-бора, или он в некотором смысле очень жесткий и пытается как бы сохранить свои параметры. И тут два варианта, возможно. В первом варианте он будет как бы сидеть на нитриде-бора таким образом, а вторым он растянется и, грубо говоря, влезет между атомом и нитридо-бора. Понятно, что взаимодействие здесь везде в Вандеровальцевское, но некоторый выигрыш в энергии при таком вот процессе есть. Ну, поскольку, опять же, система макроскопическая, там у нас 10, 20, 30 микрометров вот эти вот кристаллы, куда-то должен деться излишек графена. Понятно, что если он растянется, то где-то должен накопиться вот этот вот склад, когда излишек этого материала. И выглядит это примерно таким образом. Возникают такие регионы, в которых графена много. И, опять же, здесь мы анализировали параметры решетки. В туннельном микроскопе видно, что вот здесь решетка графена такая же, как у нитридо-бора, длина параметры решетки. А между этими регионами у нас есть область сжатого графена, где параметр решетки намного короче. Это также можно видеть на рамах спектра. Значит, дальше я, наверное, его пропущу. У них что-то время у нас не очень много. Микрофон подел. Вот. Значит, я занимаюсь наполовину изготовлением этих структур, наполовину квантовым транспортом. Поэтому я бы хотел сказать несколько слов о том, что, собственно, в электронном транспорте происходит. Вот здесь показано... Значит, понятно, что у нас есть некоторый периодический потенциал. Все мы знаем, что этот периодический потенциал вызывает какую-то аномалию в спектре. И энергия, характерная для этого процесса, она обратно пропорциональна периоду этой сверхрешетки. Вот. Мы, конечно, хотели изучить, что это за эффект, что происходит со спектром. Потому что графен, в общем-то, в плане симметрии довольно уникальная система. И мы выяснили, что надо для того, чтобы это увидеть в транспорте, нужно, чтобы эти слои были практически идеально выровнены. Потому что эта энергия, доступная в транспорте, очень быстро уходит вверх. То есть мы просто не можем дотянуться с помощью допирования до этих величин. Вот. И вот здесь где-то 1-2 градуса разориентации мы можем, в принципе, видеть что-то в спектре. И вот это уже, конечно, посчитано. Видно, что классический спектр графена, да, вот этот вот конус. И на этих энергиях, характерных, происходит дополнительное расщепление и появляется дополнительное семейство дираковских конусов. Оно и более ярко выражено в дырочной области, чем в электронной. Ну, конечно, мы начинаем... То есть, как это происходит в реальной жизни, выглядит примерно так. Вот у вас есть кристаллик нитридобора на подложке. У него очень ровные края. И это сразу бросается в глаза. Если вы их сложите, эти ровные края, то получится, что они разделены где-то, ну, N умножить на 30 градусов. То есть периодичностью в 30 градусов. То есть они все следуют кристаллографическим осям нитридобора. И то же самое происходит с графеном. Поэтому, когда вы пытаетесь выровнять два таких кристалла, это очень просто. Вы просто в оптический микроскоп можете их, грубо говоря, подкрутить и потом уже склеить под нужным углом. Вот, понятно, что часть таких границ будет armchair, часть из них будет зигзаг, поэтому мы тут как бы играем 50 на 50. Половина образцов получается, половина нет. Но все равно, значит, это конечный результат после склейки. Видно, что здесь вот такой практически полностью прозрачный графен. Это на самом деле двухслойка. Здесь вот однослойка графена, маленький изучок. На нитридобора его не видно, но он покрывает вот здесь вот лестник нетбора. И видно, что края у них параллельны. Таким образом мы получаем эти структуры. В транспорте, если вы знакомы с обычными характеристиками, то есть вот это вот сопротивление, да, как функция электронной плотности. Электронную плотность мы меняем с помощью гейта электростатический. То есть под графеном лежит гейт, мы прикладываем какое-то напряжение, и гейт натягивает туда дырки или электроны в зависимости от того, какое напряжение вы прикладываете. И сопротивление, значит, вот если уровень фермина находится здесь, в диракпойнте, сопротивление будет высокое, ну скажем, 6-5 килоум. А если вы начинаете дапировать, то сопротивление резко падает, вот такие вот крылья. И вот то, что происходит в обычном графене. И в холл-эффекте видно, что знак меняется, холл-эффекта, поэтому мы переходим от электронов к дыркам. В графене на нитриде пора, когда есть сверхрешетка, появляются дополнительные пики сопротивления. А один для дырочной части, как я сказал, она более ярко выражена. И один для электронной. Там тоже меняется знак холл-эффекта. Поэтому мы можем сказать, что мы здесь опять от дырок переходим к электронам сюда, и от электронов переходим к дыркам в верхнюю область. И опять же, это можно по-разному изучать. Много людей этим сейчас уже занимаются. Вот тут есть такой девайс, с ним мы изучаем емкость. То есть мы измеряем электрическую емкость, из которой в такой системе можно вытащить квантовую емкость, которая даст нам плотность состояния. И если вы посмотрите плотность состояния, видно, что она действительно около центрального конуса линейна, а вот около этих аномалий в спектре она тоже такие вот линии дает, которые в принципе, ну, я линейными их не назвал, но по крайней мере она падает практически до нуля, а дальше у нас уже беспорядок не позволяет дотянуться до нуля непосредственно. Кроме вращения одного графена мы можем вращать два графена. Мы можем положить еще один графен сверху под контролируемым углом к нижнему. И когда мы будем... То есть если вот эта прослойка между ними достаточно тонкая, скажем, это три слоя, четыре слоя, они перед опором, мы можем изучать туннелирование между ними. И туннелирование, понятно, будет зависеть от того, как эти решетки ориентированы, по крайней мере его упругая составляющая. Вот это в трехмере, как выглядит такая структура. Контакты расходятся в разные стороны, чтобы они не взаимодействовали. А вот центральная часть, которую мы измеряем, она расположена одна над другой непосредственно. Вот. И здесь, наверное, я все это покрывать не буду, но то, что я бы хотел сказать, что когда вы изучаете туннелирование... Микрофончик, пожалуйста. Да-да, спасибо. Значит, когда вы изучаете туннелирование в таких структурах, видно, что оно в логарифмическом масштабе ведет себя линейно в зависимости от номера слоев. То есть если вы прокладываете два слоя, не три добора, и четыре, то туннельные токи будут отличаться на какое-то фиксированное значение в логарифмическом масштабе. Что, понятно, очень правильно описывается в правильной экспоненциальной туннельной характеристикой. Можно даже использовать проводящий зонд и изучать туннелирование между этим зондом в подложку, в проводящую сквозь два-три слоя непредопора и построить вот такую вот карту. Это карта туннельного тока. Видно, что она... Вот сопротивление при нулевом байсе. Здесь видно, что вот это графит, примерно 10 килоум. Но тут сложно сказать, какое оно должно быть, потому что зависит от конечного, от формы зонда на кончике. Она на три порядка отличается для двух слоев, не три добора, и еще на три порядка отличается для четырех слоев, не три добора. Ну и опять же, тут можно по-всякому с этим играть. Можно использовать гейт и управлять туннельным током между двумя структурами. Мы об этом опубликовали статью. Это вертикальный туннельный транзистор. В принципе, принцип этот давно известен, но к графену его никто еще до нас не применял. И то, что мы сделали, мы фактически просто изучали туннельный ток как функцию гейта приложенного. И видно, что для нитридобора и графена комбинации материалов мы можем получить отношение между включенным и выключенным состоянием около 50. Но если вы начинаете использовать другие материалы, те же дихалькогениды переходных металлов, там можно добиться тысячи и десяти тысяч, что в принципе уже применимо к каким-то реальным технологическим стандартам для транзисторов. Ну и про вращение я бы хотел сказать. То есть вот тут два слоя графена в таком транзисторе. Если мы еще начинаем учитывать вращение в этой структуре, есть некоторые резонансные условия, когда они повернуты практически идеально, и у нас сохраняется момент претуннелирования. Если вы изучаете вольтамперную характеристику, возникает такой пик в туннельном токе. И как только мы выходим из этого условия, туннельный ток падает, поэтому возникает, по-русски называется, отрицательное дифференциальное сопротивление, или проводимость, которую тоже можно использовать во многих электронных устройствах. Значит, это вот второй кусочек для моего слайда с выводами. Тут бы я хотел сказать, что этих структур электронные свойства управляются с помощью поворота между кристаллами, между решетками. В качестве третьей части к этому докладу я бы хотел сказать, что вы можете вообще использовать очень много других материалов. В частности, здесь показан десульфид вольфрама. И у него запрещенная зона, то есть это полупроводник, и вы можете вообще говоря инжектировать в него носитель, вы можете следить на него лазером, и при некоторых условиях вы создаете электронную дырочную пару, электрон может уйти в один графен, который сверху, а дырка может уйти в другой графен, который снизу. Получается такое вот разделение заряда, и вы, в принципе, можете генерировать электричество на основе таких структур. Понятно, что это все прототипы, то есть у нас нет какого-то масштабного роста таких структур, это от технологии очень далеко, но, по крайней мере, мы знаем, что, в принципе, такие структуры работают, и мы знаем, какие потенциальные, какие токи, и какое количество энергии мы можем из этого получать. Также это будет работать в обратную сторону, тут будет несколько сложнее, надо будет создавать дополнительные барьеры, но, в принципе, можно туда инжектировать дырку электрон в этот промежуточный слой, который будет рекомбинировать и излучать. Здесь показано такое красное освещение, это фотография в оптический микроскоп нашего образца, видно вот здесь контакты, которые мы используем для подачи напряжения, и вот в центре такой светящийся кусочек, это как раз там, где все эти кристаллики пересекаются, накладываются вместе, и там, где происходит рекомбинация. Вот, значит, это третья часть, на самом деле это уже, я уже пытаюсь сжать тут все, чтобы как-то влезть во время, но вкратце, конечно, мы можем использовать очень много всяких материалов, и все эти тихалькогениды, у них запрещенная зона в оптическом, ну, недалеко от оптического диапазона, поэтому, в принципе, это интересно для людей, занимающихся оптикой. И последнюю часть, я бы хотел сказать, то есть вот здесь еще кусочек отсутствуют, это, значит, как только вы начинаете пробовать разные материалы, вы быстро выясните, что немного материалов, на самом деле, стабильны на воздухе. И, ну, есть, скажем, 10-15 материалов, которые не окисляются и не распадаются, когда вы делаете топки, а все остальные, как только вы сделаете 1-2 слоя, они просто окисляются, и кристаллическая структура теряется, и делать с ними нечего. Вот. Значит, и что мы начали делать? То есть, ну, понятно, что большинство материалов именно так себя и ведут. В балке вы увидели, что у него поверхность окислилась, а материал внутри, он как бы сохраняется с помощью вот этой окисленной поверхности, а тонкие пленки, они просто полностью разрушаются. Вот. И здесь показан такой вот пример. Мы положили графен на разные материалы. Вот тут графен на некриде Бора. Это атомно-силовая картинка. Вот эта вот область — это графена. Здесь графен на осилии дисселенили Малюбдена. И здесь дисселенид Вольфрамп. Тоже видно, что вот кусочек графена, он показан предфиром. И видно, что, в принципе, это все очень атомарно-плоское, то есть, по крайней мере, у него шершер... Нет, не шершер... Она не отличается от подложки, да? За исключением вот этих пузырьков, которые я уже сказал. А вот очень много других материалов. Вот здесь слюда. Вот это, значит, сверхпроводники слоистые на основе меди. И это... В общем, фанадео пентоксайд. Вот. И видно, что у них структура намного хуже. Они... Видно, что в АФМе сразу появляется шершавость. Видно, что какие-то дефекты возникают. И электронные свойства графена, если уж говорить о графене, намного-намного хуже на таких материалах. Вот здесь подвижность показана. Около полумиллиона для графена. Тут тоже какие-то тысячи для этих материалов. И очень низкая для других. Значит, и в связи с этим мы решили, почему нам не сделать это в инертной атмосфере. Например, в аргоне или в азоте. Мы взяли такой материал. Черный фосфор. Он тоже слоистый. У него очень похожая на графен решетка. Правда, она вот такая рифленая, да? С такими полосками. И когда вы складываете эти слои, чтобы получить кристалл, они, вот эти вот канавки, совмещаются, упаковываются. Но тем не менее, его тоже можно с помощью липкой ленты разделять. Можно получить один кристаллик, один слой, который, правда, тут же окислится. Но если это сделать... То есть вот здесь показано, как это происходит. Да, 10 слоев. В принципе, еще более-менее стабильный. Это вот такой небольшой транзистор. Тут два контакта, которые стоп и стоп. А вот здесь 5 слоев, которые уже на протяжении получаса практически полностью деградируют. Такие вот дырки образуются. Ну, понятно, что один слой практически мгновенно исчезает. И это все можно усилить, этот эффект, с помощью света, с помощью электронного излучения, с помощью тепла. И, значит, хватит плохое, да? Вот то, что... Ну, этот, значит, список статей, если кто-то интересуется, что было сделано, по крайней мере, за два последних года на этом материале. И то, что мы сделали, мы взяли главбокс, наполненный аргоном. И внутри собрали, опять же, такую вот установку для совмещения этих кристаллов. Правда, на этот раз она должна быть полностью моторизована. То есть вот здесь есть такие подвижки моторизованные, которые управляются снаружи с помощью джойстиков. То есть это что-то наподобие компьютерной игры. Вы на мониторе увидите картинку из оптического микроскопа. И внутри совмещаете с помощью вот этих моторизованных подвижек кристаллики, склеиваете. Все, конечно, не несколько сложнее, чем я говорю, но это реально сделать, и мы сделали десятки уже таких образцов в этой системе. И вот видно, например, фотолюминесценция. Вот это два слоя черного фосфора. Половинка кристалла закрыта нитридом бора. Нитрид бора как бы предохраняет его от воздействия кислорода. А половинка открыта вот здесь. И половинка показывает очень сильный иллюминесцентный сигнал, а закрытая часть, где кристаллическая структура сохраняется, практически не иллюминицирует вообще. И тут было очень неприятно, потому что многие люди успели опубликовать эти данные как пример фотоэллюминесценции одного-двух слоев фосфорена. И вот нам пришлось их разочаровать, потому что фосфорена там на самом деле уже нет. А есть он только под, там, где его защищаете. Вот. Ну и понятно, что через несколько минут фосфорен исчезает совсем. Из этой области, из ненакрытой. Но там, где он закрыт, он по-прежнему видно с таким же крометическим контрастом. Дальше мы начали делать тронную микроскопию. Тут опять три слоя фосфорена, зажатые между двумя графенами. Графен, дефектов у него очень мало, он стабильный, он полностью защищает фосфорен от какого-либо воздействия. Поэтому такую мембранку можно уже положить в просвечивающий электронный микроскоп и посмотреть, что происходит. То есть тут видно вот электронную, то есть как бы решетка, да. У фосфорена видно все остальные основные дифракционные точки для него. Тут очень много точек, правда, потому что графен тоже весь... То есть графен вылазит в два набора точек, потому что они под разным углом. И здесь красным, желтым и оранжевым показаны точек для черного фосфора. Я заранее извиняюсь за слово фосфорен. Я знаю, что это некорректно с точки зрения химии, но так уж получилось, потому что в этой области уже десятки статей опубликованы, и все называют его фосфорен. Вот, значит, ну тут я, наверное, пропущу, потому что времени у меня уже мало. Мы изучали дефекты и как они появляются. Я, наверное, перейду к электронным свойствам. Вот тут видно, опять же, фосфорен, два слоя. Это похожая фотография на то, что я показывал, когда мы вырезали сфокусированным электронным пучком, ионным пучком, такую тоненькую пластинку, и потом смотрели на просвет. Видно вот два слоя фосфора, фосфорена. И снизу нитрит бора, а сверху положен металл, поэтому тут очень сильный контраст, ничего не видно. Вот, если вы делаете химический анализ этой структуры, видно, что там, по сути, действительно очень много фосфора. То есть вот это вот что-то с фосфором. Поскольку кристаллическую структуру не видно, тут ничего больше сказать нельзя, а под ним нитрит бора. И потом, если можно изготовить контакты подобным образом, как с графеном, тут вот такое электронное устройство, показано 6 контактов, и вот кусочек фосфорена, латомно-силовой микроскоп. Сбоку это бы выглядело так, вот у нас есть фосфорен, его сверху накрывает один слой нитрит бора, и контакты лежат прямо сверху. Поскольку один слой нитрит бора туннельно прозрачен практически, контакты получаются амические, и мы можем спокойно мерить сквозь этот нитрит бора фосфорен, в то время как химические свойства его сохраняются, потому что этот нитрит бора не пропускает сквозь себя никакие атомы и молекулы, не дает реагировать с фосфореном. Ну и вот похожие, опять же, ну тут они более классические в смысле транзистора, да, у нас это дырочная область, видно, что туннельного тока нету на низком гейте, как только вы начинаете натягивать больше и больше электронов, вы входите в зону проводимости, и тут появляются носители, появляется ток. Это, значит, картинка для 20 слоев, 3-х, 2-х, и вот это однослойка. Мы впервые получили однослойку, ну, измерили ток через один слой черного фосфора, таким образом закрытым. Ну, потом, как человек, который занимается транспортом, мы, конечно, много изучали, что там происходит, посчитали эффективную массу, померили эффективную массу, посчитали же фактор, это, в принципе, если вы не занимаетесь этим, наверное, не очень интересно будет, но, тем не менее, эти данные есть, и тоже вот же фактор, там, около 2,5 получился. И масса дырок там около 0,2 массы электрона. Вот, и в заключение я бы хотел еще один материал привести в пример, и сказать, что на самом деле тут полупроводниками все не исчерпывается, вы можете также использовать сверхпроводники, есть такой материал, сегодня нет ниобия, опять же, наверное, многие из вас с ним знакомы. Это сверхпроводник палки, у него критическая температура около 7 кельнеров. Когда вы начинаете его делать тонким, он перестает сверхпроводить, и с этим людям как бы давно столкнулись, то есть 2-3 слоя уже не сверхпроводит. И мы предположили, что это тоже по тем же причинам, что из-за кислорода и воды идет какая-то поверхностная реакция. И изготовили подобные структуры, защитили с помощью графена, нитридобора, и поместили сверху контакты, и измерили вплоть до одного слоя. Они действительно сверхпроводят, здесь показывается арктическая картинка, этих девайсов, маленькие такие устройства, и масса контактов к ним подключена. И если смотреть на температурную зависимость и сопротивление, видно, что они идут где-то до 7-5 кельвин, и потом возникает классическая сверхпроводимость, температура уходит в ноль. И здесь тоже видно, что даже для одного слоя мы видим сверхпроводящий переход в районе 2 кельвинов, что, в принципе, не очень-то низкая температура. Также, поскольку там в этих структурах уже есть гейт, этой сверхпроводимостью можно немного управлять с помощью гейта. Сильно управлять не получается, потому что концентрации там очень высокие, около 10-15, в середине дниобия, и вы не можете просто приложить достаточное напряжение, чтобы значительно изменить там концентрацию, гейт просто не выдерживает, гейт не выдерживает. Но какой-то эффект в сверхпроводящей температуре можно достигнуть, скажем, около 0,1-0,2 кельвин. Изменения можно видеть с приложенным гейтом. И тут бы я хотел перевести, перейти к заключению. Значит, сверхпроводимость, то есть то, что мы видели, сверхпроводимость в середине дниобия, и полевой эффект в черном фосфоре, вплоть до одного слоя. В принципе, это такая довольно универсальная платформа, материалов очень много, работаем мы с этим только год, поэтому больше мы просто не успели. И если переходить к слайду с нашими результатами, вот есть еще очень много материалов, которые таким образом, может быть, даже в высоком вакууме такое можно повторить, сборку, потому что понятно, что отгон в глобоксе есть какой-то предел чистоты, не такой, как в вакууме, к сожалению. И можно, конечно, очень много степеней свободы получить в плане создания таких материалов. Вот, значит, команда, которая со мной работает, значит, это студент, аспирант. Спасибо.